Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Это у нас, опять же, будут роллы. И эти роллы я уже снимала, если честно. И даже мама мне говорила, как-то не только ли ты уже их снимала. Скажут, вот я знаю, что все свои, никто меня осуждать не будет, и тем более у нас же нету такого, что... Например, еда осталась со вчерашнего дня, и мы взяли ее выбросили. Правильно. Я хотела просто так без камеры покушать, а потом посмотрела, как красиво это все дело выглядит, и подумала, не буду снимать. Все свои все равно. Я вам в прошлом видео говорила, что роллы потрясающие, просто очень вкусные. Особенно вот эти вот с чипсами, они вообще... Макаем в соус. Я вам очень хвалила эти суши. Посмотрите, какие они красивые. Посмотрите, какие они крупные. Это просто нечто. Это просто шедевр. Я даже не могу полностью вроде засунуть. Посмотрите, я... Делаю вот так. Там еще были горячие роллы. Но их просто все. Скушали, осталось пару штук. Я решила уже с парой штуками видео не снимать. Я смотрю видео зарубежных блогеров, и у меня появляются идеи. Честно, вот звук моего видео мне не очень нравится. Хотя я смотрю и Марину, и других блогеров, да, которые снимают на русском языке, и по идее у всех почти одно и то же. Но меня вот это вот одно и то же, если честно, не устраивает. Я хочу какой-то, знаете, суперзвук, вот что-то такое. Лазила, лазила в интернете, наконец-то нашла интернет-магазин, в котором есть этот микрофон. Который я хочу... Хочу суперчувствительный, суперчистый микрофон. Вот, клянусь, вы не поверите, но это уже шестой микрофон, который я меняю. Дело не в том, что кто-то жалуется. Вот плохой микрофон, плохое качество и так далее. Я почти ни одного комментария не видела, кто писал, что вот ужасный звук и так далее. Но просто я хочу двигаться вперед, я хочу как-то развиваться. Я не хочу стоять на месте. То есть, по идее, всех все устраивает, можно ничего не делать, дальше так снимать и все. Вы помните, как я ходила из комнаты в комнату, например, да? Выбирала разные задние планы и как бы хотела что-то поменять. Но потом мне все сказали, что сиди в гостиной, кушай и все, все окей. Заказался Алиэкспресс, хороший микрофон, но он не приехал. Потому что сейчас немножко проблемы, связанные вот с Китаем. В Китае это не значит, что плохо. Просто в Китае намного дешевле. Все то, что мы покупаем здесь, в три раза дороже. Поэтому как бы лучше всего было бы заказать оттуда, потому что... Есть куча отзывов людей, которые уже используют на протяжении какого-то периода. И можно уже делать какой-то вывод о микрофоне. А тут ты идешь. В общем, что я вам хотела рассказать. Нашла в интернете магазин, интернет-магазин. У них нету такого магазина. И я хотела уже заказать. Оформила заказ. Они мне позвонили. И после того, как они позвонили, я у них спрашиваю. Вот вы доставите мне микрофон. А вдруг он не подходит к моей камере. Я сказала модель, что у меня Canon 700D. Они сказали, если микрофон не будет работать должным образом, вы можете его вернуть назад, но вы должны будете заплатить за доставку. Я не понимаю, если микрофон бракованный, почему я должна платить за доставку. И то, что у вас нету магазина, это не моя проблема. Я говорю, а если я проверю ваш микрофон на других устройствах, например, ни на одном устройстве он не работает. Почему тогда я должна платить вам 5 манат за доставку? И они мне объяснили, что они работают по такой системе. Какие большие, ребята. Какие вкусные. Вообще, это супер. Не люблю острое, но давайте немножечко, прям совсем чуть-чуть, чуток, вот так вот. Красавец. Красавец пошел. Я, в общем, отменила свой заказ, сказала, что ничего не надо, в общем. Я вспоминаю себя год назад и не понимаю, как я могла не любить роллы. Это же просто невозможно. Как это вообще было возможно? Как не любить такую красоту, господи. Вкусно. Вкусно. Макаем. Ничего не валится. Я один раз заказывала роллы. Там прям, ты берешь ролл, и он разваливается прям в руках. А потом в комментариях мне написали, что это из-за того, что рис очень дешевый. Не знаю, я не профи в этих делах. Ну, наверное, если люди пишут об этом, значит, так оно и есть. Это знаете, что мне напомнило? Я снимала видео про манты. И в видео говорила сначала манты. Я хочу снять для вас видео манты. Мне все начали исправлять в комментариях не манты, а манты. И вот, получается, в следующем видео я начала говорить манты. И опять куча комментариев по поводу того, что не манты, а манты на и ударение. Я так и не врубилась, как правильно. Поэтому в любом случае. Опять же, вот этот инфобокс. Вот все говорят, ссылка в описании. Кто-то говорит, ссылка в инфобоксе. Так как я чаще смотрю англоязычных блогеров, я как-то привыкла говорить инфобокс, и так правильнее. Вот. Так что, ребята, ой, да, искупнулся он у меня прям. Прям искупнулся. Волшебное просто. Я никогда не пробовала роллы с чипсами. Но, ребята, они такие вкусные. Они вкуснее, чем все. Просто. Давайте вернемся к вопросам, которые вы мне задали в моем инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я вчера оставляла опросник, потом заскринила все вопросы, которые там есть. И теперь уже потихоньку буду отвечать на них. Итак, первый вопрос. Если бы ты была президентом, то что бы ты изменила в первую очередь? Я вообще не люблю касаться политических моментов. Я по большей части оптимист, и мне нравится страна, в которой я живу. И именно в следующих каких-то выборах я опять же буду голосовать за того же президента, который у нас есть сейчас. Я не понимаю людей, которые, не знаю, пытаются какие-то перевороты сделать. Может, я слишком, не знаю, человек далекий от политики или так далее. Но меня все устраивает, все отлично, все по кайфу, и менять ничего я не собираюсь. И президентом быть, кстати, тоже. Я думаю, что править всегда очень трудно. Это кажется, что, не знаю, ну, любой пусть профессия будет. И там на высокой должности вот кто-то работает, вот ему легко вот ходить и просто говорить, сделай это, сделай то. Ну, когда я работала помощником директа, я поняла, что управлять это нелегко. Это кажется, что легко. Кажется тем людям, которые далеки от этого всего. Я бы не хотела даже занимать, не знаю, какой-то пост, не знаю, там, в государственной сфере. Ну, кто-то в глубине души, может, мечтает об этом. Я знаю просто на сто процентов, что я вообще не справлюсь. Когда у человека есть такая должность, к примеру, ну, к примеру, президента, это в первую очередь и ответственность. Многие забывают об этом. А я ответственности не хочу. Я прям так говорю, как будто все уже собрались меня выбирать, а я такая отказываюсь. Нет, господа, я не буду. Ну, вы меня поняли. Как вам моя цепочка? Я похожа на олигарха. Уже два дня подряд кушаю роллы. Я похожа на олигарха, девочки. Вкусно. Ну, это вкусно, хоть убейте, вкусно. Я уже почти день кушаю роллы. Жду, когда мне надоест. Жду, жду, что никак не надоест. Ребята, у меня сюда стул хрустит. Сейчас он тоже сломается. Сколько времени ты проводишь в ютубе? Вообще, часто меня спрашивают, расскажи какие-то моменты касательно ютуба, программы монтажа, что скрывается под занавесом, почему некоторые видео не набирают, например, просмотров. Иногда реально бывает такое, что вот прям классное видео, отличного качества, прям, ну, супер. И оно не набирает просмотров. Такое очень часто, кстати, бывает. Это все связано с тем, что уже в ютубе очень большая конкуренция. И те блогеры, у которых уже есть большая аудитория, их смотрят. И все. Как бы... А вы даже не рекомендуетесь, получается. Так, мы не рекомендуемся. Это, с одной стороны, плохо. С другой стороны... 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 С другой стороны...